К сожалению, в последнее время Blackpink оказываются посреди многих скандалов. Менеджер, который долгое время работал с Blackpink, крадет деньги Лисы, фанаты требуют удалить клип, в котором заметили статуэтку индуистского бога, на официальной странице YG в Instagram забывают добавить Джису, обвинение в адрес Лисы в плагиате танца. Подобная история произошла перед камбэком, когда Blackpink начали обвинять в плагиате авторского макияжа. Начнем с того, что вы наверняка слышали историю о том, что участниц группы, в частности Дженни, обвиняют в краже идеи макияжа. Многие из них начали писать прямые обвинения девушкам в их социальных сетях. Так как именно узор Дженни считают похожим на авторскую работу малоизвестного визажиста, в центре скандала оказалась Дженни. Это становится похоже на ситуацию с Лисой, когда весь негатив оставляли под ее видео. Напомню, что хореограф из Лос-Анджелеса обвиняла их в том, что они украли ее хореографию. Она писала об этом в Instagram, но после она извинилась и сказала, что кражи не было. Это очень странно, потому что ее мнение за короткое время сильно изменилось. И думаю, что ей просто хорошо заплатили. Но Шафарин, так зовут девушку, идею которую украли, поступила так же как Сьера. Она начала выкладывать посты и истории в Instagram, чтобы хоть как-то привлечь внимание YG. Девушка очень адекватная, и она все понятно объяснила. Она понимает, что в этой ситуации Blackpink никак не виноваты, и просит всех не писать гадости в их социальных сетях. У нее не было цели, чтобы фанаты напали на них с обвинениями, в частности на Дженни. Их руководители, стилисты, визажисты, сами должны были связаться с ней и указать ее как автора. Как-никак, это большая компания, а она лишь простой мейкап-стилист, который едва зарабатывает на этом. Но Шафарин пишет, что она всегда открыта к сотрудничеству, ну или просто ее можно было указать как автора макияжа. Также она знает визажиста Blackpink и всю рабочую команду. Поблагодарила всех тех, кто оказывает поддержку, и сказала, что справится со всем сама. Но девушка не обвиняет их в плагиате, она лишь хотела, чтобы ее указали как автора. В каждом сообщении она выражает благодарность за теплые и милые ответы. Ей очень приятно, так как она простой малоизвестный визажист, и для нее много значит поддержка, которую ей оказывают. Еще она напоминает всем, что нужно быть внимательными к тому, что мы пишем, и не проявлять ненависть, поскольку есть большое различие между тем, чтобы просить их указать ее как автора и быть ненавистным. Многие визажисты начали ее поддерживать, загружая истории. YG, вы должны указать на Шафарин как автора. Не круто использовать работу обычного мастера, даже не отметив ее. Но Шафарин заслуживает лучшего. Вы сделали одинаковый макияж, на том же месте, в том же цвете и не указали ее? Вы шутите? YG, визажисты Blackpink. Она заслуживает, чтобы вы ее отметили. Многие утверждают, что видели это до этого. Где вы это видели? Где? Макияж квалифицируется как акт прав художника. Данный макияж был скопирован. Независимо от того, видели ли вы рисунок этого пламени до этого или нет, ни один пламенный макияж не выглядел так, как этот. Эти компании знают, что нарушают авторские права, когда используют чужие работы. Им все равно, если это неизвестный обычный визажист. Они знают, что это сойдет с рук, поскольку вероятность судебных исков и негативных последствий для СМИ низка. Эти компании делают это снова и снова. Мы не будем молчать, пока это не решится. Они должны нести ответственность. Они не могут просто так отнимать труд людей, над которым они усердно работают. Все эти сообщения поддержки вы можете прочитать в актуальных историях на шафарин. Но помимо поддержки, некоторые умудряются захейтить самого автора. Например, ей писали, чтобы она сожгла глаза, что она чертовая мошенница, вымогательница, противная с... И это лишь одно сообщение, которое нам показали. А сколько еще неадекватных сообщений писали люди, до конца не изучив инцидент. Также на ее странице есть пост. Это знакомо, когда крупные компании копируют у обычных визажистов, стилистов, их работы, без разрешения. Так еще и зарабатывают на этом. На самом деле, это льстит, когда люди получают вдохновение от моего макияжа. Однако, это недопустимо, когда YG платит своему стилисту, который скопировал авторскую работу. Я пытался связаться с YG, стилистом, визажистом, но безрезультатно. Многие из вас тоже пытались это сделать, или как-то привлечь их внимание. И я вам за это очень благодарна. Также я получил много комментариев, что узор пламени является очень распространенным. Пожалуйста, найдите один рисунок огня, похожий на мой и созданный до меня. Я не претендую на то, что узор огня для глаз придумала я. Однако, моя работа не похожа на другие. В наших рисунках похоже абсолютно все, начиная от внешнего вида, заканчивая цветом. Трудно доказать, что это плагиат, однако в этом случае ясно, что это плагиат. Многие визажисты будут со мной согласны. Резюмируя, девушка не заслуживает хейта от фанатов, не изучивших до конца всю историю. Скорее, ее нужно уважать за ее храбрость, не бояться делиться нехорошими действиями со стороны крупных компаний. Если вы еще не были на ее профиле, то самое время его посетить и оставить комментарий поддержки. Неизвестно, ответит ли ей YG, но уважительно было бы как-то осветить эту ситуацию, заплатить ей, указать как автора, или доказать то, что этот рисунок они создали сами. Это уже второй случай, когда работников YG обвиняют в плагиате. И это лишь те случаи, о которых не побоялись заявить в инстаграм. Если вы слышали о подобных ситуациях, не нужно сразу идти на поводу гнева и оставлять комментарии. Для начала всегда изучайте инцидент. История с макияжем Дженни тому большой пример. Не забывайте подписываться на канал, включать уведомления, оставить лайки и оставлять комментарии. Спасибо за просмотр, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok